48-летний Владимир Рожков неожиданно для себя получил статус необычного пациента. Житель Ульяновска стал первым в регионе человеком с COVID-19, которого прооперировали. Мы продолжаем цикл передач о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». Владимир почувствовал слабость и вызвал скорую помощь. Сначала его отвезли в центральную городскую клиническую больницу, а после перенаправили в Ульяновскую медсанчасть, где ему диагностировали язвенную болезнь. Игорь Евгеньевич, скажите, а откуда взялось подозрение на новую коронавирусную инфекцию пациенту? Пациент у нас работает в городе Москва, поскольку там эпидемический неблагополучный район, у пациента было подозрение на новую коронавирусную инфекцию. Пациент поступил у нас с жалобами на рвоту кровью. Поступил он к нам в связи с тем, что он приехал с города Москвы, где он работал. Поэтому, учитывая количество заболевших в этом городе, он был контактный, поэтому он поступил к нам в госпиталь. У нас отделение оказывает хирургическую экстренную помощь больным с ковидом и подозрительным лицам на коронавирусную инфекцию. Мы его госпитализировали, начали консервативную терапию, как это обычно принято в таких случаях. В течение двух часов консервативная терапия была признана неэффективной, в связи с чем пациент оперировал. Мы сразу взяли мазок и результат пришел положительный. Если пациента не оперировать, он погиб. Оперативные мешательства в условиях пандемии имеют свои специфические особенности. Сейчас каждая операция в Ульяновской медсанчасти, да и во всех больницах страны, проходит в режиме тройной защиты. В случае с Владимиром для местных врачей это было в новинку. Операция была проведена стандартная в таких случаях, резерция 2,3 желудка. Прошла она штатно, никаких сложностей в течение операции не возникало. А сколько по времени она умерла? Полтора часа длилась операция. Потом он у нас находился в реанимационном отделении и шел стандартный послеоперационный период. Больной был затем переведен в отделение и затем выписан уже домой в здоровом состоянии. Врач-хирург Екатерина Сотникова входила в состав медицинской бригады, которая оперировала нашего героя Владимира. Екатерина Владимировна, расскажите, усложняет ли защита вот этот тройной процесс операции и усложняет ли? Конечно, да, есть такой момент, потому что требуется определенный период времени для того, чтобы адаптироваться к данному костюму. Но так, в целом, операция протекает в штатном режиме. На сегодняшний день прием пациентов, непосредственно ведение пациентов и, конечно, само оперативное вмешательство осуществляется использованием средств индивидуальной защиты. Потому что современная вот эта новая коронавирусная инфекция, она является особо опасной инфекцией. Для того, чтобы предотвратить заражение, в первую очередь, медработников, значит, мы используем средства индивидуальной защиты, которые включают в себя, значит, ну, помимо основного хирургического костюма, еще костюм ТАВИК на молнии, комбинезон с капюшоном. Значит, кроме этого используются бахилы на ноги, используется респиратор, как минимум, FFP-3 класс защиты, чепчик. Поверх чепчика одевается капюшон и защитные очки, и чаще всего поверх очков еще защитный экран. Во время операционного лечения, помимо вот этого основного одеяния, хирургического костюма, защитного костюма, поверх одевается еще дополнительно стерильный халат. Кроме стерильного халата одеваются третья пара стерильных перчаток, для того, чтобы уже была возможность осуществить оперативное вмешательство в стерильных условиях и не навредить, не привести к дальнейшему присоединению внутребольничной инфекции после операционного периода. Ну, ощущение, во-первых, очень жарко, конечно, находиться, потому что даже если без третьего слоя одежды, без стерильного халата, сам по себе костюм, он создает так называемый турниковый эффект. Поэтому к этому тоже нужно адаптироваться. Ну, явление слабости есть после операционного периода и вообще после нахождения в зоне, если в течение длительного времени не находишься. Но достаточно быстро это все дело компенсируется. На сегодняшний день у нас существует два вида костюмов. Это одноразовые костюмы и многоразовые. Во время операции мы чаще всего используем, конечно, одноразовые костюмы, которые после этого утилизируются в специальной организации и вывозят. А в обычной работе, при осмотре пациента, при осуществлении обхода используется многоразовая костюма, которая после этого проходит дезинфекцию, стирается и уже повторно поступает для использования специалистов. Владимир рассказал нашей съемочной группе, что на боли в желудке особо никогда не жаловался. Тем временем врачи пояснили, тяжелые последствия в виде кровотечения могла дать та самая новая коронавирусная инфекция. Системы ставили, уколы делали, чтобы там до конца состояние улучшить. А потом, как коронавирус положительный пришел, таблетки начали выдавать регулярно, в течение до конца, практически до выписки таблетками лечился. Ну, уколы делали. А состояние, то, что это никаких симптомов не вызывало, он там не задыхался, ни насморк, ничего, ну, как бы это. А температура была? Ну, она температура, то, что там внутри удалили орган, часть органа, да, часть другого органа. То есть, там это все воспалительный процесс, оно еще заживать будет в течение полгода, как мне сказали. Вот, то есть, диет, там, не переедать. А кашель был, вот когда вы поставили диагноз, там, кашель какой-то? Мне кашель, кашель, он был от того, что вот я, как бы, курящий человек. А в реанимации, когда не курить, может, как бы, отхаркивалось, там, вот это вот все. Наш герой признается, никакого значения болезни не придавал, не было и страха. Единственное, о чем думал Владимир, поскорее выписаться из больницы. А вот родственники за судьбу мужчины беспокоились, но больше из-за перенесенной операции. Ну, переживали, потому что, как бы, ну, такая она операция, как мне сказали, ну, сложная, не сложная, а то, что я ее, как бы, это, ну, вовремя сделали, короче. Потому что вот из-за этого кровотечения могло быть и хуже. То есть вовремя провели операцию, благодаря хирургам, врачам. Коронавирусная инфекция, конечно, влияет на течение послеоперационного периода, учитывая, что у пациента развелась двухсторонняя пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Это все осложняет течение заболевания. Естественно, лечение, продолжительность лечения составляет порядка трех недель. Обычно в стандартном случае мы выписываем на десятый день. Сейчас Владимир чувствует себя хорошо, вернулся к нормальной жизни. Нет ни одышки, ни боли, ни температуры. На момент съемки передачи его больничный был открыт, но не по причине коронавируса, а из-за реабилитации после удаления части желудка. Благодарность хирургам, которые грамотно относятся к своей профессии, что это тоже большое дело. И получается так, что они меня тоже вытащили с помощью правильных лекарств, систем, уколов. То есть я как бы это пришел в себя.